Витамин Сделать ключницу Научитесь готовить вкуснейшие конфеты А доктор Витаминкина расскажет, что такое родинки И еще много всего интересного, не переключайтесь Почему на уроках труда девочки шьют, а мальчики что-то мастерят, например, из дерева? Ну, мне кажется, что девочкам более привычнее заниматься рукоделием, чем стучать молотком Может, ты и права Наша коллега, ведущая рубрики «Хочу попробовать» посетила мастер-класс по художественной резьбе по дереву Интересно, получилось ли у нее что-нибудь? Давайте посмотрим Всем привет! Мне всегда нравились красивые узоры на деревянных изделиях И возникал вопрос, как это делать? Прямо сейчас я отправлюсь на мастер-класс, чтобы это узнать Здравствуйте, меня зовут Алена. Что мы сегодня будем делать? Здравствуй, меня зовут Александр Александрович Сегодня сделаем с тобой подставку под телефон, планшет, книжку из заготовки Это вот у нас дощечка Здесь мы сделаем резной рисунок Такого дельфинчика сделаем Это будет у нас рельефная резьба Что нам для этого понадобится? Нам понадобится сама заготовочка И сначала перенести рисунок Для этого берем вот такую вот копирку Ложим на дощечку Карандаш могут? И да Будем карандашом и вводить рисунок сюда Чтобы потом было удобно его вырезать Какие есть виды резьбы? Виды резьбы бывают или геометрическая, или плоскорельефная Вот мы занимаемся плоскорельефной Мы будем вырезать сейчас контур дельфина И убирать фон Потом сделаем небольшие элементы Внутри дельфина Основные линии прорежем А геометрическая резьба Она состоит из геометрических фигур Теугольники, ромбики и прочее При работе с древесиной Какие правила надо соблюдать? Ну, прежде всего, правила техники безопасности Потому что мы будем работать с ножом Бери нож Это нож для резьбы Он острый Ну, чтобы пальцы не порезать Надо, прежде всего, аккуратно очень работать Пальцы не подставлять Что мы делаем сейчас с тобой? Мы будем вырезать наружный контур Самое главное, пальцы сюда вот не подставлять То есть, когда будем резать Пальцы держим вдалеке Переходим к следующему этапу Теперь берем стамеску Вот такую полукруглую И вырезаем фон Первый этап мы с тобой закончили Сделали фон Выбрали Сделали рельеф Дальше можно декорировать нашу подставку Выжиганием Выжигание с тобой закончили Осталось теперь ее собрать Мы здесь приклеиваем вот такую полочку Так, чтобы было удобно вставить сюда что-то И сзади вот такой вот уголок Это будет подставка Я не думала, что у меня так красиво получится Спасибо большое Пожалуйста Ребят, никогда не сомневайтесь в своих возможностях Пробуйте новые навыки осваивать А с вами была Алена Всем пока-пока Тимофей, что можно приготовить из творога? Мне первое в голову пришло сырники Ну их долго готовить нужно Тогда приготовь конфеты А как-то сделать тебе подскажет Ярослава Ведущая рубрики Кулинариус Смотрим Всем привет! Это самая вкусная рубрика Кулинариус Сегодня я хочу приготовить вам Очень полезные конфеты из творога Многие не любят его в чистом виде Но так как он очень полезный Его нужно кушать хоть иногда И в таком варианте вы точно оцените и полюбите творог Для приготовления десерта нам понадобится Творог, арахис, кокосовая стружка, сахар и сметана Разминаем творог вилкой Добавляем сахар и сметану Тщательно перемешиваем Мы берем немного массы в руку Кладем вовнутрь орешек Формируем шарик и обваливаем в кокосовой стружке Затрат времени и средств минимум Зато в итоге получаем вкуснейший десерт Который подойдет даже в качестве завтрака Так что после того, как вы смотрите передачу Быстренько бегите на кухню и готовьте конфеты А с вами была Ярослава Приятного аппетита! Соня, у тебя много родинок? Ну, наверное, нет А что? Вот интересно, почему у некоторых людей много родинок А у других мало? И вообще, как они появляются? А мне стало интересно, почему у моей подруги нет родинки на лице, а у меня есть? На эти и другие вопросы нам ответит доктор Витаминкина Внимание на экран! Добрый день! С вами Робарька «Проста о здоровье» И я ее ведущая, доктор Витаминкина Родинка образования на коже, которая есть у каждого человека Они могут отличаться по размеру, цвету, форме Некоторым приписывают особое значение Этот вид образования на коже относится к доброкачественным В медицине их принято обозначать словом «невус» Причины появления пигментных немцев в скоплении кожного пигмента меланин В клетке кожи пигмент вырабатывается организмом человека От него зависит оттенок кожи, цвет волос, радужной оболочки глаз Но если в организме произошел сбой, мы увидим на этом месте родинку Чем больше меланина, тем темнее будет свет Встречаются родинки красного цвета Это другая разновидность немцев, которые образуются из кремностных сосудов Отсюда и их цвет Почему так получается? Трудно сказать точно Происходит какое-то нарушение в стенке сосуда И он начинает разрастаться У новорожденных очень редко на коже имеются немцы Чаще можно встретить родимые пятна В течение первых лет жизни родинки начинают появляться У врожденных родинок практически отсутствует риск перерождения Но с ростом ребенка они могут увеличиваться в размерах Приобретенные родинки начинают появляться в период полового созревания Другая причина образования немцев в ультрафиолет В результате загара или процедур соляры Можно приобрести несколько новых родинок Прежде всего, каждая родинка, вне зависимости от ее месторасположения Требует себе аккуратного и берегного отношения Немцы нельзя травмируть, хотя иногда это может произойти случайно Нельзя тесать, сдирать, срезать новообразование Какой бы дискомфорт они вам не причиняли Немцы расположены на открытых участках тела Следует защищать кожу от избытка ультрафиолета С помощью специальных солнцезащитных средств Теперь вы знаете, что такое родинки и почему они появляются А если у вас возникнутые вопросы ко мне, задавайте их в моей группе ВКонтакте Адрес вы видите на ваших экранах А с вами была я, доктор Витамин На будьте здоровы, пока-пока, до наустреча Ключи часто теряешь? Вроде нет, хотя могу забыть, куда их положил И приходится утром долго их искать Такая же проблема Может Майя знает, как ее решить? Точно, давайте посмотрим следующую рубрику Майя покажет, с помощью чего можно собрать все ключи в одном месте Всем привет! Именно мелкие детали придает дому уют Одна из таких вещей – настенная ключница Кстати, самодельная ключница может стать отличным подарком И так нам понадобится Цветной картон, плотный картон, деревянная рамка, гвоздики, декор, ножницы, краска, линейка и клей Подготавливаем рамку к работе Для этого вынимаем все лишнее и окрашиваем акриловой краской Из плотного и цветного картона вырезаем квадрат такого же размера, как и рамка Склеиваем детали между собой Приклеиваем квадрат к рамке С наружной части клеим декор Вставляем гвоздики в рамку Ключница – далеко не сложная вещь Ее можно легко сделать своими руками А главное – не бойтесь экспериментировать А с вами была Майя Творите вместе со мной Пока-пока Тимофей, а тэквондо и карате – это ведь одно и то же? Мне сложно тебе ответить Я не очень-то разбираюсь в боевых искусствах Но мне почему-то кажется, что они в чем-то схожи А в чем же разница и есть ли она вообще? Нам расскажет следующий участник рубрики «Спорт детки» Привет! Меня зовут Стелла Мне 8 лет Я занимаюсь тэквондо примерно год Когда она пришла, я сразу спросил А кто твои родители? То есть родились спортсмены И она начала так включаться в тренировочной процессе Я говорю, Стелла, у тебя так хорошо получается Она говорит, у меня генный Очень серьезный, ответственный человек Я помню, как мне было очень трудно сначала Потом мне стало немножко легче заниматься Тэквондо – это восточное единоборство Корейское основатель, генерал Чой Хан Хи Мой самый любимый прием – бакат, пальмок, маки Этот блок мне помогает защитить от соперника Удар самый любимый – обчаги Когда соперник на тебя наступает, ты его можешь от тебя оттолкнуть Конечно же, я не учу этому, чтобы за пределами они использовали, дрались и все остальное Но если откровенно идет насилие где-нибудь на улице, в школе Но почему не защититься? Весь промежуток времени, когда он тренируется, мы проявляем те иные навыки Психологическую подготовку и все остальное То есть нет отбора Если ты слабый, мы сделаем тебя сильным Если где-то не уверен, сделаем уверенно Удивительно универсальная система для девчонок, где они могут проявить себя Не обязательно спарринги, не обрабатывать драки Есть формальный комплекс, который говорила Стелла Бой с обожаемым соперником То есть это, по сути дела, набор техники, где ты должна демонстрироваться Точно так же, как в гимнастике, фигурном катании Вы идете и делаете определенный набор А кто лучше, уже оценивает судей Я участвовала в Кубок Крыма Участвовала в Первенство Крыма Тайквондо – это оздоровительное То есть ребенок пришел, мы начинаем Употреблять его дыхание, растяжку, силу, мышцы Первый, второй, третий год обучения После этого, ну, на базе, конечно, приемов, которые мы делаем После этого мы приступаем к обучению уже к кулем и непосредственно к спаррингу Общее физическое развитие, прежде всего, духовное и моральное на первом этапе А потом уже идет спортсмен на базе того, что мы заложили ему Это помогает развивать мои навыки и учусь на одной петерке Друзья, передача подошла к концу Надеемся, вы провели время интересно и с пользой А с вами были Соня, Тимофей и передача «Витамин» Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова